анализируй это здравствуйте дорогие наши слушатели зрители youtube тоже транслирует мы продолжаем цикл эфиров с лучшими из лучших the best of the best ну в общем вы поняли живая передача в прямом эфире на волнах умного радио да это активный предприниматель будем говорить про предпринимателей и только про нас любимых также мы сделали телеграм-канал активный предприниматель набираем ставим огоньки под постом выбираем голосуем новые темы которые хотелось которых хотелось бы разобраться гостей или экспертов которых хотелось бы послушать пишите обязательно будем звать меня зовут илья тимошин я руковожу союзом деловых людей и вот теперь буду с вами 17 до 18 понедельник среда и пятница конечно же у нас есть телефон зафиксируйте его можно писать сообщение в ватсап в telegram 8 903 797 63 33 ну и конечно же идет трансляция на youtube там тоже есть чатик но и прошлый раз были вопросы будет ли запись до запись будет требуется какое-то время и выйдет формате видео аудио активный предприниматель на серебряном дожде мы начинаем барабанная дробь бам 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 в гостях сегодня гай карапетян привет гай привет илья хочется поддержать твой задор и сказать да канал я тысяча червей активный же предприниматель активный предприниматель это уже такая набор слов непонятно он сам по себе должен быть активный уже если предприниматель не обязательно друзья сегодня у нас такая тема будем от нее отталкиваться ну вы помните что гости грустят без ваших вопросов как и ведущий поэтому пишите вопросы так чтобы за любите вопросами чтобы всю неделю нам было не грустно и такая тема сегодня выбрана это секунда а ты точно управление со впечатки на этот вопрос а мы пошли по домам да мы поговорим вы знаете ставьте путают вот мне кстати у гая есть крутой канала злой строке тоже найдите подпишитесь про личную стратегию и про стратегию компании да вот часто люди начинают это путать как мы говорим про управленцы это же может быть и не предприниматель наемные сотрудник и часто предприниматель путать что он управление А он больше создает хаос Ему, может быть, партнер нужен, управленец Для тебя в чем заключается управленец? Ну, смотри Это моя концепция Давай я заранее оговорюсь Я, безусловно, как консультант Знаком со многими концепциями С разными подходами В основном все ссылаются на файоля Естественно, в данной ситуации И к его инструментам менеджмента Но, смотри Я, в отличие от какого-нибудь Профессора, академика Или даже бизнес-тренера Я консультант Я должен прийти и уйти так Чтобы там был результат А не знание осталось в голове В этом мое отличие И то, что вы сейчас услышите Обусловлено именно этим Если я приду и скажу Что есть, например, 10 школ Управления стратегией по Минсбергу Ну, ты послушаешь про 10 школ А что конкретно делать Тем более в твоей ситуации Останется неизвестным Непонятным И ты на меня посмотришь Я правильно понимаю Что большинство О чем ты говоришь Знания получают И долгий ящик убирать Когда-нибудь потом вернусь Казалось бы, все про это говорят Но ты не применяешь Очень сложно адаптировать знания На самом деле в практику Я тебе так скажу Даже среди того Что я читаю, знаю и вижу Я процент Наверное, половину Если не больше Применить в практике не могу И поэтому Когда я разговариваю Или пишу статьи Я обращаюсь В первую очередь К условным Третьеклассникам Да Я говорю, что Третьеклассникам Не дают задачи Из высшей математики Если вы хотите Говорить там На топовом уровне Среди академических языков Среди специалистов Я, конечно, тоже могу Выйти пообщаться Обсудить 10 школ По Минсбергу Или подходы Файоли и так далее Но по большому счету В реалиях российского бизнеса Мы сталкиваемся с тем Что у нас менеджмент На самом деле На уровне Третьеклассников В большинстве случаев На самом деле Они Их этому не учили А даже если учили В каких-то вузах Из них не учили На самом деле Ну давали Как врач Знаешь После шестого Я как человек С медицинским образованием После шести курсов Института Ты на самом деле Не врач Тебе еще Как минимум Надо пройти Интернатуру Ординатуру Где тебя уже Научат Вот эти вот Багажные знания Физиологии Патофизиологии Биохимии И так далее Применять непосредственно В делу Да Ты приходишь В ординатуру Тебе говорят Все забудь Давай сейчас Мы тебя заново Конкретно научим Что конкретно делать Надо А не вот этого всему То есть Такая же похожая история Я обращаюсь К условным там Третьеклассникам К студентам Я не знаю Нет Не студентам К условным третеклассникам То есть Менеджмент у нас Не обучен И не обучен он В первую очередь Делать что Не обучен он Управлять Изменениями Вот я как консультант Хожу по компаниям И Мало предложить идею Мало разработать Суперстратегические Планы Стратегические Карты И так далее Ты приходишь Через какой-то период И видишь Что ничего Не поменялось А почему А потому что По большому счету Есть управленческая Импотенция Да Процентов 90 Да В случаях По большому счету Да Наверное Там Если по принципу Парета 80 на 20 Да Давай на него Ориентироваться Приходишь Говоришь Окей Дружище Вот так вот Было расписано Тебе даже Декомпозировали Условно До твоего уровня Там как Берем Минус второй уровень Да Да даже Минус первый уровень От топов Почему не было сделано На тебя Накидывается Тысяча Каких-то Объяснений Про то Что есть Основная работа Не было времени Там Здесь был затор Уже потом Все оставили Бросили Да То есть В чем дело Дело в том Что люди привыкли Делать свою рутинную работу Да А как только требуется Чуть-чуть изменений А иногда даже чаще Не чуть-чуть изменений А надо Глобальной трансформации Хотя бы 30% времени Выделить на изменения Если мы уже начинаем Да Управлять стратегией Организацией Стратегия Организацией Это всегда про изменения Согласен? Но мы живем в неизвестности Регулярно Если Если не нужны изменения То это не стратегия Это просто какой-то план Который дальше Смотри Не надо даже управлять Достаточно контролировать Если не нужны изменения Поэтому для меня Есть контролеры И большинство менеджеров Управленцев Они Давайте их не называть Как раз управленцами Менеджеров большинству Они умеют Только контролировать А изменять И управлять Изменениями Они умеют слабо И я говорю о том Что Управление Это всегда Про управление изменениями Если не надо Ну машина стоит на месте Она не едет Ее управлять не надо Максимум что надо Ее контролировать Вот когда пошла движуха Пошли изменения Да И вот тогда Соответственно Необходимо Начинать управлять И Следующий этап Здесь в том Что А чем мы можем Управлять вообще По большому счету Ну как Вот чем ты управляешь Как ты управляешь Расскажи мне пожалуйста Слушай ты сейчас Меня введешь в ступор Я управляю Наверное знаешь чем Теми Встречными преградами Которые Прилетают Давай я тебя останавливаю Сразу Не туда пошли Нет не в мою идею То есть что ты делаешь Когда ты управляешь Конкретно Вот ты сейчас хочешь Управлять А даю задачи Что я Даю задачи Как ты даешь задачи Вот здесь вопрос Как ты даешь задачи Не всегда правильно Нет я не про качество За поставленные задачи Как ты даешь задачи Текстом Голосом Текстом Голосом Да то есть или текстом Или голосом Реже все рейнки Ну это текстом Да То есть в любом случае Идет коммуникация То есть мы управляем Давай я упрощу еще проще Разговорами Ну ты или текстовый разговор у тебя Или голосовой разговор у тебя То есть мы смотри Пришли Редуцировали все До того состояния Что управление Это управление Изменениями При помощи Коммуникаций Разговоров Да А скажи мне пожалуйста Как относится Большинство менеджеров Давайте не называть Управленцами все еще К разговорам К совещаниям К встречам Что они делают Они бегут от этого Ты согласен? Прикольно Я здесь знаешь что вспомнил Когда Жуков Издавал приказы И там огромная портянка Была просто такая Объяснительная суть А внизу конкретная цель Уже была сформулирована Такое погружение было интересно Да Здесь многие конечно спят И сбегают Прикольная история Большинство менеджеров Большинство менеджеров Считают что это балабольство Разговоры это пустая трата времени Надо пойти и что-то поделать Поделать руками Есть проблема Если ты что-то делаешь руками Ты специалист Но ты не управленец И тем более не управленец высшего порядка Обрати внимание То есть получается Что как только ты отказываешься от коммуникаций И считаешь что это пустая трата времени Ты не управленец Ты делатель Давай снимем с тебя название Директор Руководитель Да И назовем тебя специалистом Старшим специалистом Там условно Не руководитель IT-отделения А старший специалист IT-отделения Который пытается Получить короткую задачу Уходит от разговоров И убегает что-то себе в углу Там знаешь Как это у нас в компаниях любят Да Чего разговаривать Пошли работать Все разошлись по углам Начали работать Каждый делает что-то одно Как рак, лебедь и щука Только при чем тут слово компания Как компания людей И получается что Вернемся еще раз Управление Это всегда про управление изменениями Через Что? Через разговоры Через говорение Да Даже по факту Нормальный руководитель Он должен очень часто разговаривать И правильно доносить свои мысли А нет другого варианта у тебя Как только ты пренебрегаешь У меня просто в компании говорят Чего столько много разговаривать Почему каждый день у нас летучки проходят Зачем это все надо Ну они не управленцы просто Понятно что специалисту Какому-нибудь человеку Который в принципе не склонен И не хочет идти В сторону управления Ему кажется все это потеря времени Но у нас нет другого инструмента Смотри здесь мы говорим Сейчас если немножко погрузиться Да у нас есть управление То есть ты как руководитель Управляешь Точнее основатель управляет целями Топы управляют уже Декомпозируют цели на задачи А на нижний уровень Спускают задачи на действия Конкретные То есть управление по целям идет По задачам и по действиям И вопрос в чем Вопрос в том что управленец Который находится на высоком уровне Он не про поделать Он про то что он должен смотреть Какие изменения приходят И дальше вот это все декомпозировать Через цели получается Все правильно То есть он создает vision А потом смотри Разговорами Удерживает внимание своих менеджеров Которые их внимание будет разбегаться От операционки Операционка, жизнь, внешняя среда Будет растаскивать их внимание в сторону А руководитель разговорами Держит их внимание на созданном vision Ну на видении Давай к русским словам все-таки переходите У нас есть красивое русское слово видение Тем более сейчас законы принимаются Да? Ну это еще не я говорил Вот А большинство менеджеров Смотри Они спотыкаются обо что? То что у них есть рутина Основная операционка Заставить себя что-то делать Когда за это не бьют шапкой по голове Крайне тяжело Да? И получается, что все, что они делают В лучшем случае Или контролируют Или то, что я называю Реагируют Вот что-то случилось Среагировать мы можем прекрасно Да? Такое уже больше Проактивных действий нет А проактивности нет Такое тактическое уже больше действие Тактические действия То есть я таких управленцев Называю реагенцами Это я слово сам придумал Реагенцы? Пока можно его произносить Его не запретили То есть они реагенцы То есть что-то сломалось Что-то случилось Вот уже наступил ковид И пора уже действительно выходить В интернет неожиданно Вот уже минус на счетах Уже пора что-то точно делать Да, да, да Как я, знаешь А, ну пока петух не клюнет У нас же менталитет Консультировал, я помню, одну компанию Но я убеждал выходить У нас маркетплейс Это завод-производитель И они такие Какой завод? Мы там Какой маркетплейс? Интернет Мы с 90-х годов Прошло 5 лет? Не прошло 5 лет Прошло полгода Полгода Грях Ну Грянул ковид И уже куда деваться Да? Соответственно Ну это давняя история Слушай, я помню, когда только начинал Да, мне кажется, у нас большинство Именно предпринимателей В такой ситуации живут Пока вот это глобальное Вторые 90-е Не настанут Вокруг него Слушай, пока петух в попу не клюнет У нас есть Здесь такой вопрос интересный От Екатерины Специалисты вынуждены В говорильне участвовать И это очень выматывает Да, их выматывает психологически, конечно А здесь как быть нормальным руководителем Чтобы тебе специалисты потом Не наплевали на спину Слушай, здесь Вот мы, смотри Перекатываем всю сторону личной стратегии Да, вот Прикольно И, в принципе, один из вариантов Выстраиваемой личной стратегии Это понимание своего базового психотипа Да? Возьмем там один из самых простых методов Психотипирования Это PAE код по Адизосу Ты А Да? И там есть люди П Которые могут хорошо работать Они основные производители То бишь В принципе, можно сказать Из PAE Из четырех психотипов Только П работает Все остальные Как раз таки Занимаются другими делами И людям П, например Участвовать в разговорах Очень сложно Они люди другого психотипа Они могут быть топовыми специалистами Они могут быть шикарными менеджерами Да? Ну, контролерами Давайте скажем так Даже нет Контролер у нас A А люди административного психотипа П производители Е поджигатели И интеграторы Они могут зарабатывать Офигенные деньги Получать офигенную зарплату Как специалисты Но они не управленцы Могут быть по своей сути И даже если их поставили На управленческие позиции Это их ломает психику Они не очень успешны Кстати, да? Ну и начинает дальше Если про смысл говорить Человек начинает это глушить Какими-то там, не знаю Алкоголь Еще что-то Ну, он выгорать уже начинает Морально Да? Вот это давит Он начинает выгорать Да То есть чем он будет глушить И будет ли глушить Или он просто выгорит Да? Ничем не заглушая эту историю Другой вопрос уже У каждого тут свой Получается Тогда смотри Такая глобальная история Сейчас мы соединим с тобой Управленцы компании И личные стратегии Мне очень понравилось Что тебе сказать Что часто люди Даже не понимают Свою личную стратегию А это адаптируют Там в компанию И вот эта разбалансировка Происходит Вот Здесь когда Человек находится Не на своем месте То То у него По-любому Будет вот это выгорание Все Жизнь плохая Печалька Негатив Это по-любому придет То есть Я к чему Если человек Находится в каком-то негативе Посмотри На своем ли ты месте Бьется ли твоя стратегия Может быть личная С той стратегией Где ты работаешь Чем ты управляешь Конечно Я тебе больше скажу Илья Я на самом деле Сам-то специалист Я когда-то просто В один момент Это твой осознанный выбор Ты же 11 мая 17 года Я как-то взглянул На всю эту историю Впервые Окончательно сверху Словил дзен такой Да Сатари Я в один день Закрыл организацию Отпустил всех сотрудников А их было 17 человек Я понял Что я не управленец Слушай У меня истории Вот на днях Сотрудник Исполнительный директор Сказал сотрудника Долго Нашли сотрудника Первая летучка Что-то не так Я на эмоциях Как выдал там порцию Человек уволился Меня вообще к людям Допускать нельзя Я вообще не управленец Мне нужен партнер Который это делает Хорошо Вот Это на самом деле Интересная история Друзья У нас уже Скоро мы уходим на рекламу Хочу напомнить вам Телефон Пишите ваши вопросы Да Верно нашли Пишут Слой стратег Твой канал Даже скрин Да Это канал Гая Подписывайтесь Наш телефон Для ваших вопросов 8903-797-6333 Личная стратегия Стратегия компании Ну мы уже поняли Что управление изменениями Необходимо А чтобы оно было Нужно что-то изменять Реализация стратегии Да И не реагировать А проактивным быть Немножечко Совсем чуть-чуть Друзья Мы послушаем рекламу Не переключайтесь Оставайтесь с нами Пишите вопросы Мы скоро вернемся А Ой еще минута Вот видите Мне прилетела Давай пока минута Я все-таки оговорюсь Я хоть не управленец Но я специалист по управлению Это разные вещи Да Кстати можем добить Сколько у нас еще Минута есть Можем добить Про PAE код Да Там производители Это люди Которые любят делать Знаешь во время совещания Очень хорошо видно Они выбегают все время Позвонить Они сидят с ноутбуком Что-то там таращатся Да Ну типа вы балабол А я вот работаю Да Да Есть администраторы Они во время совещаний Любят записывать все Что происходит Там анализировать цифры Считать в голове То есть они контролеры Их задача контролировать Ограничивать вот этих Хаотичных Производителей Которые могут произвести столько Чтобы быть неэффективными На самом деле Вот Есть Е-поджигатели Обычно это руководители Или собственники компании Они любят говорить И интеграторы Которые всех Исшивают Друзья Вот наконец-то Не наконец-то Точнее Пришла реклама А напишите кто вы Какой у вас психотип Любите выходить на совещание Или вам это Ну дядя И хочется прибить Мы скоро вернемся Не переключаемся Друзья мы продолжаем Телефон для Ватсапа И для телеграма Для ваших чудесных сообщений 8903-797-6333 Закончили мы на том Что есть стратегия управленца А ты точно управленец Гай И это всегда будет управление изменениями Ну не бывает по-другому Что это просто Как мы сейчас говорили с тобой Что есть цель Человек нарисовал себе цель На 100 лет На 50 И каждый день что-то происходит А он себя за уши Туда тянет опять И вот этот интересный момент Ты заметил Как видение на год Да ставишь Ну да Я рекомендую ставить Видение на год Цели на месяц Цели на месяц А план на неделю максим В условиях неопределенности И в том что мы по сути Здесь мало чем управляем Больше чем На такой период Планировать больше чем на неделю Бесполезно Цели на месяц Потому что Если ты цели ставишь отдаленные Начинает срабатывать Какой-то синдром студента Откладывать начинаешь А месяц достаточно короткий срок Тебе надо вопрос решить А знаешь какая еще проблема Даже не то что откладывать Вот человек он Поставил себе цель Там через 10 лет Он кем-то будет А он уже не хочет То есть у него цель-то отвалилась А он себя начинает Туда все равно пихать Ну как это Лошадь сдохла Слезь с нее Стань кем-то другим Изменись Да сегодня Толкнись от этого Он себя не пихает Но у него Он делает в принципе То куда его ведет Или сейчас Да Но он себя чувствует Каким-то неправильным У него чувство вины возникает Вот в чем Да Вряд ли он сюда прям Раз я написал 25 лет назад Там в своей бумажке Что я дойду до Тудова Я буду себя заст... Нет Такого конечно нет Но чувство того Что что-то здесь не так И чувство вины Определенно Оно присутствует Но Друзья мои О каких планах Мы можем говорить Когда мы тут Мало чем управляем Да Строить какие-то дальние планы Дальние цели С моей точки зрения Для личности Смотри Есть организация Ей нужна стратегия Ей нужны планы Ну по факту О чем ты говоришь Это иллюзия стабильности Люди хотят стабильности Вот у тебя стабильность Да Это иллюзия А ты как предприятие Понимаешь что это иллюзия Нас не учили жить В условиях неопределенности Мы в предприятиях В жизни неизвестности находятся И это вот решение Ты должен найти сегодня Очень кстати Крутой вопрос Дмитрий на ютубе пишет Как из реагенца Стать управленцем Когда весь рабочий день Приходится реагировать На срочники Ну это вот реально Предприниматель основной У нас да Это картинка его Он с огнетушителем Бегает вот тушить Какой-то трэш регулярно То есть вот как перейти Ох Слушай Я бы выделял Какое-то время Какой-то процент времени На задачи Связанные с изменениями Цель прям жестко бы выделял Выписывал в графике Потому что Один из первых вопросов Которые там я задаю Когда подписываю Ну перед подписанием договора Ребят Вот это вот судя по всему Займет столько-то часов в неделю Например Восемь часов в неделю Это один рабочий день Из пяти Вы готовы Столько времени Каждый из вас Например Из топов Да Там пять-шесть человек Итого Представляешь Как это Самого дорогого времени В компании То есть пять-шесть Рабочих дней Топов По сути В неделю Выкидывать На то Что кажется Очень далеким Или да Не связано Непосредственно С тем объемом денег Который мы получаем Здесь сейчас То есть смотри Здесь очень-то глубоко Копнул Я сейчас вспомнил Когда мы с тобой На старый Новый год Эфир записывали Да Есть же дневники Ты говоришь Илья Пиши Сочинение Там Я так и не подошел К этому Хотя Мне нужны изменения Я хочу из реагенции Стать управленцем Вот Выдели время Занимайся вот этим То есть Вот проблематика Даже да Что мышление Надо поменять сначала Да нет На самом деле У тебя все хорошо было Просто ты переживал И тебе не очень-то надо было То есть У меня Давай так Объясним слушателям Что у меня есть Конкретная техника Там прописывания Личной стратегии Да Она двунаправленная Она с одной стороны Создает карту Личной Ну как бы Стратегии Да То есть Там С другой стороны Сам процесс построен так Что мы понимаем Что карта На самом деле Нам не нужна И это просто Один из костылей Который мы Да Мы сейчас можем создать Для себя Потом выбросить И я тебе предложил Пройти по этому методу Ты не пошел по нему О том Что О чем нам это говорит Не мой метод Нет запроса на изменения На самом деле Нет запроса на изменения На самом деле А ну я понял Да Да мне слушай У меня тут вообще прилетело Мы когда сидели Разбирали тоже Штурмили Илья У тебя личная цель Какая Вот у нас Я понимаю Что она у меня Не бьется с компанией Вообще Я Синхронизировался С деятельностью Полностью Хотя основатель И вот только Когда я пересобрал Себя В первую очередь Свой трек Да Вот этот И тогда уже оттуда Стала компания Трансформироваться Потому что Ну вот Понимаешь Потерялся Я как этот шизофреник Двигался по двум трекам И они Прямо Вот разные были То есть запрос На изменения Мы бежим За изменениями С точки зрения Того что нам Это на самом деле Не надо Когда мы созреем Мы найдем инструмент Который нам поможет Конечно Пока нету Опыта управления Большим коллективом людей Ответственность За большие задачи За большое количество денег Все что мы с тобой Сейчас обсуждаем Ответственность Да Такой ответственности нету Балабольство Да Как написал Один из Комментаторов наших Драгоценных На дно и в Каспии Нас балабонов И действительно Когда я тебе Когда люди узнают Сколько стоят Подобные услуги Сколько они времени Отнимают И в чем они заключаются По большому счету Они заключаются Только в разговорах Страшно Им кажется Это совершенной глупостью Но Представь что Такую ситуацию Правительство Твоей страны С тобой вообще Никак не коммуницирует Более того Все 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 министры Друг с другом Не общаются И даже Не разговаривают Разошлись По своим отделам И что-то там делают Как ты думаешь Что будет В такой стране На самом деле Мы по большому счету В России Страдаем От нехватки Коммуникации С высшим уровнем Прям разрыв полный Мне кажется Ну не полный Давай не перебаривайте Как у нас было 80 на 20 Вот Да И даже во внешней политике На самом деле Окружающие иностранные Плохо понимают А что Предлагает Россия Какой сценарий Поговорите с нами Да И вот здесь Есть вот этот Коммуникационный Разрыв Он Исторический У нас К сожалению Вот Очень похожая ситуация Может складываться В компании И тогда Компания Тоже Начинает Хромать По большому счету Если у них нет Таких прекрасных Ресурсов Которые позволяют И жить Ну как у них Может быть Монопольного положения Да Или уникальных Технологий И так далее И так далее То есть Кому Поэтому Пока люди Не приходят К этому Они не понимают Ценность Для родового сотрудника Конечно Мы все просто Было Сидящие Опять таки В комментариях Было Что они сидят В этих Совещалках И ничего не делают Но друзья Мы говорим О разном Уровне Задач И людей Я тоже Замечаю Во многих Компаниях Что Переговорки Чаще всего Букают Ну Бронируют Самые молодые Сотрудники То есть Придешь Да Там Взрослые Опытные Менеджеры Управленцы Сидят На своих Ну В общем В общем Пространстве И просто Даже разговоры Проиводят В общем пространстве Молодым Красивым Обязательно Надо Забукать Переговорочку Взять кофе Туда И так далее И так далее Кстати Одна из Вещей Которую я обнаружил Что современная Молодежь Менеджеры Давай скажем Двадцати Порядка лет С чем-то До тридцати А может даже Чуть больше Они работают Медленнее Чем мы Чем Тем кому за сорок За пятьдесят Тем более Знаешь почему Есть такая У тебя есть задача Какой-то Вопрос какой-то Надо обсудить И решить Мне они звонят И говорят Давай Значит Забьем митинг Через неделю В три часа В такой-то Переговорке Я говорю Ну мне В телеграм Пишут Я говорю Слушай Алексей Позвони мне Просто Позвони Мы с тобой За две минуты Это Обсудим И решим Не надо Для этого Через неделю Встречаться Забивать На это Час Тем более Как разговор Будет идти Максимум Двадцать минут Но сорок минут Так как уже Забронировано Ты их никуда Толком не потратишь То есть вот этот страх Взять трубку Позвонить И нелюбовь Голосовым сообщением На самом деле Очень сильно Замедляет Молодежь Обрати внимание Я не знаю Может быть я Не прав И это чисто Мой опыт Да Ну Позвони трубку Я сам Сейчас так же Себя Вот ты говоришь Молодежь У меня вот За сорок С небольшим И у меня Постоянно Давай назначим Зум через три дня Давайте Сейчас наберу И мы все Решим Ну как Две минуты По телефону Как минимум Голосовой Я обожаю Голосовой Голосовой Это по сути Как телефонный звонок Я могу прослушать В удобное время Ответить в ответ Голосовым Знаешь Тем более Что есть сейчас Расшифровка То есть смотри Тогда по факту Если мы о чем говорим Да что Когда ты Управляешь коммуникациями Ну не надо Их откладывать Возьмись Сразу И реши Этот вопрос Да То есть не откладывай Надолго Конечно Слушай круто Возвращаясь Смотри Чтобы соединить Там стратегию Компании Личную стратегию Вот человек Предприниматель Там да Управленец Вот И вот эту Личную стратегию Как ее Поймать И правильно Сформулировать Потому что Часто Вот эта Внешняя шелуха Деятельность Нас уводит От того Что я хочу На самом деле А повтори Пожалуйста Еще раз Вопрос Емко Как что Как сбалансировать Личную стратегию С деятельностью Компании Чтобы она Была В гармонии Смотри О ком мы говорим Если мы говорим О собственнике Организации То у меня Есть такая Присказка Что в России На самом деле Нет и не работает Понятие Стратегия Организации Работает Стратегия Собственника Вот он просто Фантазер Хочет свою фантазию Так решить Конечно Ну тут В мире Есть два варианта Либо ты Реализуешь свое Видение Либо чужое К сожалению Твой путь Будет долгим Долг им Кому-то Не себе Не своей цели Еще раз В России Нет стратегии Не работает Я сейчас говорю Не о крупном бизнесе Не о банках Я сейчас говорю О среднем малом бизнесе Не знаю Возьмем от нескольких Сотен миллионов Долларов Ой Рублей Дохода Валово До там Миллиардов рублей Не знаю До 20-30 Вот там Класс компании С которыми я работаю И там Собственник Царь и бог В принципе У нас Мы склонны К этому Исторически У нас очень Автократичная страна Это автократичные Компании И на самом деле Стратегия компании Является следствием И формой реализации Непосредственно Непосредственно Стратегии Того самого Основателя И Одна из больших проблем Это когда пытаются Писать стратегию компании Не вовлекая основателя То бишь Мне часто Сорву на глобус натягивает Да Она не живая просто будет Конечно Мы делали раньше так В силу своей неопытности Да Когда я только вышел С книжкой Виночитанной Такой умный Значит Стратегический менеджмент Такие запросы Часто приходят Давайте проведем Стратегическую сессию Собственник будет Собственника Ну давай Лицо Может быть генеральный директор Может быть он Акционер Может быть собственник Который вроде не управляет И не генеральный директор На самом деле управляет он У нас игр очень много Такого характера Я говорю Я выясняю Кто вот то самое лицо Я говорю Оно будет на сессии Их может быть несколько Говорят нет Ну раньше мы такое устраивали Сессию стратегическую Могли провести Кстати Обрати внимание Стратегическая сессия Чистый разговор Да Правильно выстроенный разговор Ну правильно выстроенный разговор Он приходит По итогу Смотрит на все это И говорит Так перечеркивает Говорит Этого не будет Почему Я так не вижу Я так не хочу Я не для этого Компанию создавал Как сказал мой Самый первый клиент Когда мы предложили Там определенный формат Взаимодействия с Икеей Я не для того Компанию открывал Чтобы шведов обслуживать Да Соответственно То бишь Поэтому без этой личности Вообще Инициировать процесс В нашем малом Среднем бизнесе Бесполезно Здесь крутой момент Еще Знаешь какой Когда Ну собственник Предприниматель Сам инициирует Проведение Стратегической сессии Для своей команды Да И отключается То есть по факту Перекладывает ответственность Чтобы из него Это не достали А потом Почему это не приживается А вот про личную стратегию Если чуть глубже Как ты сейчас сказал У меня вот В 2010 году Я открыл интернет-магазин Да Я его очень быстро Вывел в топ За два года В своем направлении В топ-10 вывел И когда ты сейчас Горишь про личную стратегию У меня стратегия была Я же в деревню В Москву приехал Просто доказать Ну бывшей супруги Папа как Тесть Бывшему тесте Доказать Что я могу Я достоин И вообще не было цели Там ни магазина Ни денег А вот просто Доказать кому-то Чего-то Слушай И вот здесь Получается У нас вот эти шелухи Вокруг нас Кому-то что-то доказать Или что-то еще Очень много И мы Теряем себя Мы не делаем То что мы на самом деле Хотим Да Это то что называет Олег Вайнберг ДНК компании Истинной ДНК компании Да Я докажу До сих пор доказываем И может быть Ты до сих пор доказываешь Кстати Это большой вопрос Я вот задумался сейчас Действительно Да То есть О тему денег Что-то мы там Или каких-то результатов Мы забыли совершенно Но так как это Бессознательно В ДНК компании Было вшито Я это называю Внутренней миссией Скорее Основателя У меня слово ДНК Тут как врачу Не очень подходит ДНК сложная структура А не пара фраз Вот Соответственно Да Есть такая проблема Что мы Запускаем бизнес Из какого-то желания Доказать Достичь Обеспечить Чтобы ребенок Вырос Поступил в УЗ Ребенок вырос Поступил в УЗ Но на большее Мама заболела На лечении Еще чего-то Там нет позитива Нет созидания Смотри К чего-то большого Того что на самом деле Хочет твоя Ну психика душа Я не знаю Как хочешь Так и называй Слушай А нет ли тогда Такой истории Что пока ты не закроешь Все эти боли Не дойдешь в рост Друзья У нас реклама Не переключайтесь Мы вернемся Останется немного времени Будем ждать Друзья Мы снова в эфире Телефон Для ваших Замечательных сообщений 89037976333 Ну и конечно же Мы находим Телеграм-канал Активный предприниматель Ставим огоньки Пишем комментарии Вот сейчас Круто Гай Обсудили с тобой Что вот Деньги случайности Вот в бэклоге Друзья Вот есть такая штука Что деньги Это случайность И создавайте случайности Случайность Это Не знаю Как раз эти коммуникации Там пообщался Здесь Пообщался Там Что-то по делу И И случайности Начинают у вас Срабатывать Не ждите Когда к вам Придет что-то Чтобы с огнетушителем Делать Сами Будьте активными Генерите эти случайности Чем больше Вы стоите случайности Тем больше Возможно Вы настроите Потоков этих денег Стратегия Это все Иллюзия Ее не существует Поэтому Я такого не говорил Что стратегия Это иллюзия Давай Давай не перебарщивать Я говорил Что по большому счету Личности Может стратегия В классическом понимании Как план Не нужна Но компания нужна Компания нужна Что касается Здесь же государство Тоже нам делает Большую иллюзию Когда стратегию Строит По большому счету Да Но тебя она успокаивает Мы сейчас вернемся А то у нас осталось Четыре минуты А очень важно Вот этот блок Завершающий Меня не успокаивает Я просто знаю Что матрица Существует Окей Ну человек Как человек Который Поднял И переписал Систему Планирования В формате X-матриц В России Все таки Я не могу сказать Что стратегия Не нужна Но по большому счету Смотри Особенно для молодых Компаний В тот момент Когда надо Пробивать Какие-то потолки Стратегию Классическое Стратегическое Планирование Можешь заменить Следующий инструмент Мы создаем Три бэклога Ну три списка Три базы данных Первый бэклог Это бэклог По изменению Внутренних процессов Как лучше Изменить внутренний процесс Набор идей Давайте генерировать Идеи Да Второй бэклог По продукту Как его изменить Адаптировать Что еще можно вывести Третий бэклог По коммерции С маркетингом В один мы впихиваем Да Мы создаем Три таких бэклога И смотри Задача дальше Создать систему Систему пополнения Этих трех бэклогов Чтобы это было На регулярном уровне Второй Систему приоритизации Этих трех бэклогов Если вас интересует Как лучше приоритизировать Там один из стандартных метров Называется RISE Как RISE по-английски Вот Третье Это система реализации Этих бэклогов То есть нам нужно Не просто их заполнять Да Но и реализовывать Система реализации Может обычно Стандартным вариантом Выступать OCR Objective Key Results Такой фрейм Как ты знаешь Гибкого проектного управления Соответственно Мы тоже его ставим В организации И запускаем Тем самым Изменения И как ты догадываешься То с чего мы начинали На самом деле В 80% случаев У нас именно Последний этап Начинает хромать Люди Без каких-то четких Систем Поставленных Гибкого проектного Изменения Управления Они не реализуют Эти поставленные Стратегические задачи То есть да Мы хорошо умеем Делать свою работу Да Мы хорошо умеем Контролировать На самом деле Ключевые точки Но как только Начинается история Про управление изменением Мы начинаем хромать И это может казаться Офисным клише Действительно Но это основная боль Которую я вижу К сожалению Слушай, ну это круто Потому что Вот даже сейчас Ты говоришь О чем Система изменения Наполнять информацию Собирать ресурсы Можно круто Дальше Когда ты говоришь Про приоритизацию Я знаешь Как я для себя сделал Горизонты То есть первый горизонт Это в принципе Наша операционка То, что нам сегодня Приносит денег Второй горизонт Это куда мы должны Развиваться Третий горизонт Это то, что придет Через, не знаю Пять лет Но туда нужно смотреть тоже И вот если ты Отлетаешь в третий горизонт От операционки То у тебя бабки теряются Здесь вся штука Ты летаешь в облаках У тебя какие-то фантазии возникают И по факту Вся информация Которая приходит Мы должны раскладывать То есть у нас 80% операционок Куда мы будем развиваться По факту этой изменения И третий Мы закидываем себя в горизонт Чтобы не отлетать Но все равно Туда тоже нужно смотреть А дальше по реализации Это конечно Я в горизонт Стараюсь особо не заглядывать Но поближе Я предпочитаю 3-4 года Одна минута Гай Какое-нибудь пожелание Наставление Полезность может быть Какой-то чек-лист В телеграм-канал Ну я не знаю Получится реклама Телеграм-канала Поэтому давайте Так можно? Ну хорошо У меня в телеграм-канале Закрепленных Есть конкретные методички С описанием того Как прописать Личную стратегию Технология Прям прописана Написано Как создавать X-матрицы Прописана технология Прыжок Для анализа Своих изменений И есть отдельная технология Как проводить Стратегические сессии Так чтобы они были Эффективными Если вам интересно Дорогие друзья Там конкретные Уже более приземленные Вещи описаны Которые можно взять И применить В своей работе А так Всем желаю Быть в согласии С изменениями Да И управлять изменениями Друзья Нас с вами ждут Разборки По продажам В онлайне И маркетплейсах Также мы поговорим Про внешнеэкономическую Деятельность Если вы планируете Выходить В другие страны Ну и по масштабированию Поэтому следите Понедельник Среда пятница С 17 до 18 Ждем вас Все получится Предприниматели Всех стран Объединяйтесь Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...